Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Как вы видите, у меня за спиной очень богатые рыбные развалы. Выберем что-нибудь для сегодняшнего блюда. Пойдем посмотрим, что есть. Субтитры сделал DimaTorzok Вот на этих великолепных представителях морского царства. Здесь у меня красные креветки. Они сырые, если что. Это порода такая. Гамбас Рохас. Очень вкусные креветосы. Каждый день бы их ел, если бы не их цена. Эти два красавца окуни. Каменный и морской. По крайней мере, именно так я их определил по картинкам в интернете. Если среди подписчиков есть их теологи, поправьте в комментариях. И вот это чудище. Морской черт или удильчик. Ну или на испанский лад рапе. Рыба эта хороша тем, что состоит она наполовину из хвоста мясного, а вторую наполовину из костей. Кости хрящевидные, а мясо очень такой плотное и упругое. Оно не разваливается в хлам при длительной варке или при тушении. Итак, сегодня в меню классическое испанское, я бы даже сказал точнее, валенцианское блюдо. Сукет де пескада. Звучит круто по-испански, да? По-русски все гораздо проще. Тушеная картошка с рыбой. Причем неважно, какую именно рыбу или каких морских гадов вы будете использовать. Принцип приготовления от этого не меняется. А начну я с потрошения, ну и филирования рыбы. Заодно новым подарком от спонсора похвастаюсь. Это кухонные ножницы для рыбы. Фискарс. Вы-то, наверное, думали, что Фискарс только-то пары делает. А вот и нет. Еще и ножницы. Плавники колючие. Отрезать все. Брюхо тоже аккуратненько. И жабры надо сразу отделить. Ну и сполосну от крови. Вот так. Отлично. Кстати, обычными ножницами на кухне не очень удобно пользоваться. Но вот на специальных кухонах делают вот эдакую гребенку. Вот, смотрите. Здесь и вот здесь. И в результате при развязании продукта лезвия не норовят выскользнуть. Это у меня специальные для рыбы. А есть еще всякие там для птицы. У них лезвие подлиннее. Так, ну и этого тоже надо ополоснуть. Достаточно, наверное. Ну и осталось разобраться с чертом. Шкура у него плотная такая. И если ее не снять, то бульон будет очень уж сильно отдавать йодам. Кстати, если у вас уже есть готовый рыбный бульон, то все вот эти процедуры вы можете смело опустить. Для сегодняшнего года вам вообще понадобится там вот рыбный бульон, естественно, филе рыбы, картошка. Ну, прочитайте, короче. Так, делю голову этого красавца. Чешую сакуне я сниму закатываем, чтобы ваше время не терять. Магия кино. А теперь филирование. Для снятия фили, главное, острый нож и твердая рука. И соколиный глаз. Так, отлично. И с другой стороны также. Под углом к позвоночнику. Развернуть. И срезать. Красота. И то же самое проделываю со вторым окунем. Все, можно начинать варку бульона. Тут все достаточно стандартно для варки бульона из морской рыбы. Сначала надо немного поджарить на растительном масле морковь и лук. Сразу же выложу рыбные кости. Голову моего насильника. Страшидлы. Не кидайте меня сюда, мне жарко. И заливаю водичкой. Немного оливкового масла. И слегка, буквально по одной минуте с каждой стороны поджарю креветок. Прямо в панцирях. Это признает характерный вкус и аромат маслу. На самом деле, чтобы получить совершенно чумовой аромат, нужно, конечно, в данном случае воспользоваться креветочным диском. Я вам показывал в этом ролике, как его готовить. Но у меня диск, как нарях, кончился. Поэтому выкручиваюсь, как могу. Можно будет, конечно, креветок и почистить предварительно. Но тогда в готовом блюде они не столь эффектно выглядеть будут. А красивая подача важна, согласитесь. И пока креветки поджариваются, у меня как раз есть немного времени на нарезку лука и чеснока. Размер нарезки не очень важен. Все равно все тушиться будет достаточно долго. Но чем мельче нарежете, тем быстрее и лучше растворится все в соусе. Ну и хватит им. Я же не до готовности жарю, а так слегка. Пусть полежат, подождут. Теперь сюда лук, чеснок. Надо поджарить до начала зарумянивания. Так, чтобы сахара в луке начали превращаться в карамель. Только не сольгите. Если вы уже обзавелись под копченой паприкой, используйте. Не успели, используйте обычную сладкую. И не забывайте лук, чеснок помешивать. Что тут? Ну, уже неплохо. Можно и паприку добавить. И перемешать. Если она у вас в порошке, делать огонь совсем слабым. Порошок быстро сгорит. Это испортит вкус. Следующий ингредиент. Помидоры или томатная паста. Тут очень важная есть тонкость. Выбирайте самые сладкие помидоры или самую сладкую томатную пасту. Кислоты в них быть не должно. Нам же сейчас в этой кастрюле картошку тушить. А кислота сделает картофель совершенно стеклянным. Тушить замучить. Поэтому, если у вас томатная паста, ну или помидоры, с кислинкой, то лучше обжаривать их на отдельной сковородке. А добавить тогда, когда картошка уже потушит и станет мягкой. Но у меня помидоры сладкие. Так что обжариваю все в одной посуде. Вообще говоря, если следовать классическому ленцианскому рецепту, то сначала надо было на сковороде поджарить до золотистого цвета дольки чеснока и миндаль. Затем их растереть в ступке, добавить немножко соли и немножко зелени петрушки. И вот эту пасту добавлять в блюдо. Но, на мой вкус, и обжаренный до золотистого цвета чеснок, и уж тем более миндаль дают слишком сильный, слишком мощный аромат. И, как мне кажется, он все-таки перебивает тонкий вкус рыбы. Поэтому я готовлю без мандаля. Смотрите, лишняя влага из помидоров выкипела, а снова готова. Пора закладывать картошку. Я ее заранее начистил и нарезал, чтобы ваше время не терять. Рыбный бульон уже готов, так что и его в чугунок. Только сначала надо, конечно же, процедить. Вот так. Очень вам рекомендую готовить сразу большое количество бульона. И то, что не использовали, замораживайте. Я для этого использую пакеты из-под молока, цитропаки, или пластиковые бутылки, тоже из-под молока. Ну, согласитесь, времени на варку что 2 литров, что 5 литров, уйдет почти одинаково. А вот в следующий раз, когда затеете что-то подобное, где вам бульон будет нужен, вот тут вы здорово по вопрению сэкономите. Немного шафрана. Совсем капелюшку. Реально удобно получается, что с рыбными бульонами, что с мясными. Закипело все. Картошки вариться, ну или тушиться минут 15. Так что я рыбу сразу положу. Сначала морского черта. А вот сюда пристрою окуней. Касательно последовательности закладки. Морской черт имеет плотное мясо, и его можно тушить в безопасности того, что он развалится, минут 15-20. А морской окунь готов за 5-7 минут. Поэтому, если вы хотите, чтобы морской окунь тоже не развалился, как морской черт, закладывайте его попозже, минут за 5-7 до окончания готовки. Креветок добавлю в любом случае в самом конце. Им хватит буквально 3-4 минут. Так что у меня перерыв на 10 минут. И вот теперь время закладки креветок. Напомню, что они у нас уже поджаренные слегка. Но сначала надо посолить. Вот так. И добавить черного перца. И вот так вот. Надо готовиться к подаче. Ну что, еще буквально 5 минут. И можно садиться за стол. Немного кинзы для красоты и для аромата. На самом-то деле, конечно, нужно петрушку. Но петрушка, к моему удивлению, у меня тоже закончилась. Как же получилось, что все одно к одному. И биск, и зелень. Можно пробовать. А начну я с картошки. У нас же тушеная картошка с рыбой. Так, в бульоне ее. Ну-ка. Ну, странно было бы ожидать чего-то другого. Это классная, очень мягкая картошка, которая пропитана рыбными вкусами, рыбным бульоном. Я вообще люблю рыбу, поэтому это классно. Так, теперь рыбу кусочек. Ну-ка. Это у нас морской черт. Тоже обокну его хорошенько в бульон. Так. Знаете, по ощущениям это такое простецкое мужицкое блюдо. Такое рыбацкое. Картошка, рыба. Наваристо все. Нажористо. Я обожаю такие блюда, обожаю такие вещи. И мне кажется, я немножко бодловат. Тянет меня к такой-то простой еде. Так, с вашего позволения я креветку сейчас ковырять не буду. Потому что весь угваз движется, а вот кусочек окуня утянул. Класс. Вся рыба по вкусу разная. Вкусы смешались. Так здорово. Легкая солоноватость. Томатов вообще не чувствуется. На ней легко-легко. Зато чувствуется вот эта копченая паприка, перец. Очень здорово. Короче. Если вы любите рыбу, если вы любите тушеную еду, тушеное блюдо, то это для вас. Так что берите рецепт на вооружение. Да, и в завершении все-таки должен сказать большое спасибо Фискарс за ножницы. Ими гораздо удобнее резать, чем просто ножом рыбу. И не страшно, собственно говоря, что косточку, если неправильно нож туда воткнешь, кромку загнешь. Поэтому спасибо Фискарс за ножницы. Ну и Самури спасибо за ножи. Если бы не спонсор, я бы, наверное, и не мог себе позволить снимать из такой классной рыбы рецепты для вас. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!